медиабаскет он эр и оу всем привет друзья вы слушаете studio 21 в москве 1801 меня зовут мц похоронил со мной здесь макс астахов и человек который лучше всех в мире разбирается в медиабаскете привет макс мол какие титулы ты мне присвоил но как еще и поэтому я хочу чтобы ты официально наших гостей сегодняшних представил нашим слушателям окей погнали и так сегодня в эфире у нас команда хупс коля сикас на один из основателей команды аплодисменты да спасибо большое коля мы про тебя уже слышали в эфире вот ты здесь и сэнар boys club диджей йорк привет приветствую тебя макс ну что мы пропустили прошлую неделю эфир на прошлой неделе но я знаю что игры не никто не пропускал игры шли результаты какие-то новые появлялись мне интересно узнать что же там случилось расскажи мне а это правда давай сразу к причастным этого события вот у нас сэнар boys вместе с йорком принимали участие в плей не и что произошло мы вылетели проиграли команде год вот на самом деле сильная команда хорошая укомплектована мощные игроки нападающие было очень так тяжело с ними играть все-таки чемпиона второго сезона это я тоже помню кстати потому что мы с ними тоже там играли только я тогда за другую команду играл а за кого ты выступал тогда за ричи флекс насколько я помню в этот сезон ты же тоже изначально был не в сценарии бойс а ты пробирался через стыке вот эти вот команды которые пытались зайти в сезон да я изначально меня позвали в команду триада вот и соответственно должен был с ними попасть но не пол не получилось не повезло в целом я собой был доволен именно на отборочных я никак там не провалился вот но так вот сложилось судя по всему часто играющий игрок да потому что борется за тебя команды как минимум уже три да но я могу сказать что в этом сезоне так может быть совпало как-то все три команды у меня был вариант вот я ездил в три команды после того как с триада не получилось на отборочном вот меня позвали в три команды и везде съездил и везде были какие-то свои предложения ты уже можешь раскрыть тайну где-то побывал кроме сайнары а я был рокеттим и алексон ничего себе ты мог выступать вместе с мозговом все могло быть и как ты выбирал вот что было самое важное когда ты решал какой команде присоединиться для тебя на самом деле мне больше поначалу тянуло в алексон потому что у меня там больше знакомых больше друзей хотя на самом деле в рокет тоже вот там кстати у меня в обеих командах алексон и рокет близкие знакомые это тренера как раз вот поэтому тяжело было выбрать но выбрал в итоге саянару и объясню почему когда меня спросили куда ты хочешь хотел бы вот душа лежит я сказал что мне нужно подумать а мне все мои друзья сразу такие нет иди в сынар вот по-любому сына роди они говорили почему думаешь сынару чем им больше нравится эта команда потому что типа чемпионы нет я кстати когда вот выбирал я не знал что они чемпионы третьего сезона потому что третий сезон я пропустил и не успел за ним плотненько посмотреть из-за лжи то есть просто из-за этого тоже но в большей степени из-за того что вот все мои друзья были на стороне того что сынара одна из самых медийных команд именно с точки зрения вот медиаконтента скажем так да но есть человек который готов с этим поспорить коля первый раз вижу чтобы он так долго молчал хупс колен как была твоя прошлая неделя для твоей команды слушай у нас там вообще полное мясо было мы же играем в двух лигах в венлайн убей медиабаскете так совпало что в один день мы играли с одной командой с родиной медиа и сразу в двух лигах жестко да то есть сначала в два часа дня зарубились 5 на 5 формат там их от имели плюс один потом очень сильно хотелось повторить сделать дубль вечером уже формате три на три собственно что и произошло в каком формате было легче или сложнее блин и там там было непросто на самом деле вот но слава богу все получилось а какой больше тебе нравится как игроку слушай ну как игроку я на паркет же не выхожу вот блин не знаю я и там там получают сумасшедшие эмоции поскольку моя команда невозможно как-то сдерживать где-то себя я брал послематчевое интервью у коли он меня в прямом смысле чуть не задушила от радости он держал меня держал микрофон орал в меня в микрофон орал просто везде как гомер симпсон бар да ощущения были точно такие же у меня есть видос есть видео подтверждение блин у макса сложная работа каждый раз его то от злости кто-то души комиссар на эмоциях плюнет в лицо и кто-то с тобой не разговаривает и уходит макс держись держись я привык что какие еще новости по другим результатам вот финального этапа да давайте обсудим ребят которым предстоит выступать финал как раз александ там где быть быть мог диджей йорк его кореша еще одни кореша там будут это рокет тим которые пройдут в противостоянии против хупсов а александр сыграет против новой команде а у команды ауф где очень много ли они легионеров и в том числе бон коллектор коллег команде поле предстоит встретиться с рокетами коля ну что думаешь в самая большая проблема для хупсов это мозгов да еще есть еще одна не менее большая да это у нас один тренер на две команды никита макшев очень да ладно и мы очень долго думали рассуждали как поступить лучше и вот вчера встречались с президентом рокет тимом алдаром и приняли решение что никита будет выступать со стороны то есть не будет принимать участие в матче и как будто это самое такое справедливое решение но капец чуваки играть финал 4 без тренера как будто то есть вы останетесь оба обе команды будут без тренера не то что вы каких-то других тренеров пригласите на один раз даже и на этом тоже мы договорились что не будем вызывать тренеров со стороны вот у нас там два варианта либо артем кричтон наш спортивный директор либо один из лидеров команды рожок поэтому короче сейчас пока думаем а кстати рожок на травме как я понимаю да 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 и вот на на днях уже поймем в каком амплуа он будет выступать да потому что рожок илья рожков это человек который перешел и сценарий boys club в хупсы а именно на этот сезон насколько я помню диджей йорк кстати если я правильно понимаю то игровое место которое освободилось сценарий занял ты после ухода рожка да не но все-таки я медиа он же был в другом статусе но все равно ты очень часто выходил стартовой тройки на паркет нет нет я нам широкий прям застолбил место да 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 он там всегда все макс не лучше всех легенды тоже ошибается знаете что блин вообще про вот это про тренера интересная история еще второй вариант был бы если бы вы его оба оставили и он должен был вас обоих тренировать это как гроссмейстер сам собой когда играет в шахматы да 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 мы это тоже обсуждали разные стратегии он бы должен был разработать какие-то ох я в этом говорил сли в прошлом сезоне потому что хупсы любители таких историй для шоу это очень интересно было бы знаешь как-то подснять вот даже тренировки какие-то чем придумал туда туда чтобы он перед этим дал предикты прикинь он бы сошел с ума потом это можно знаешь как мейн-эвент когда-то как шоу какое-то отдельное провести посмотреть ну если начальных этапах как будто можно было но финальный день ну да да большие риски потому что в прошлом сезоне команда тим тим и команда хупс тоже был один тренер да но слава богу мы в разных были группах и тем тем не вышли в плей-офф было попроще ну да то есть вы не встретились какие ощущения сейчас ты в плей-оффе твоя команда в плей-оффе у плей-оффе нервничаешь переживательно слушай да учитывая что как будто противоядие против главной звезды или одной из главных в лиге тимофей мозгов и как будто нет вот и очень от этого переживательно посмотрим как будет но очень радует что мы дошли до полуфинала это первый раз мы дошли до такой высокой позиции и как будто не намеренно останавливаться так йорк команда снар бойз примет ли участие в следующем сезоне или пока рано об этом говорить потому что рожок ушел в хупсы на плей-офф плуш ушел в алексон и как будто бы вот амчи уходил но амчи вернулся и как будто бы вот эта вот семья саянара немножечко дает трещину и возможно мне так кажется но что происходит на самом деле в ваш вашей внутрянке на самом деле про следующий сезон разговоров никаких не было но при этом я ничего не слышал отрицательного по поводу того чтобы ну там типа все поплыли вот сейчас типа расходится нет мне кажется если даже кто-то ушел сейчас то это чисто временно пока вот эти идут обмена скажем так уходы вот чисто может быть на плей-офф и все вот поэтому не думаю что команда рассыпется пока все четко то есть ни одного негатива не было вот что но поделись своим опытом выступления за саянару вот твои эмоции твои ощущения вообще вайб раздевалки у тебя есть опыт выступления как минимум за три команды ну вообще я пришел очень поздно туда потому что мы уже говорили я был на отборочном вот и пришел буквально за неделю до начала сезона туда поначалу мне все было непривычно я мало кого знаю вот кроме тренера опять же кстати вот это тренер меня позвал а вот он сказал приезжай на просмотр в саянару и потом мы как бы поговорим если ты зайдешь то почему бы и нет я сказал да окей приехал и буквально следующий день мне уже сделали предложение и я был очень рад это было классно вот мне в саянаре все понравилось сначала они меня подкалывали когда я приехал на первую тренировку на предмет иду проход идет какая-то силовая борьба и они мне кричат типа а ты думал что все так легко будет нет и постоянно меня подкалывали в общем но меня это наоборот мотивирует они раз задоривали туда я еще жестче широкие цепи отсыл да 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 это было классно это мне понравилось меня это заводило и это как раз сработало то что если хорошо показал кстати есть вопрос от нашего слушателя из вконтакта команды выходят на космический уровень усиления тима мозгов бон коллектор у сэнара бойз есть чем ответить к следующему сезону евгений росли спрашивает я понял вот именно на данный момент я сейчас не знаю но вопрос достаточно логичный потому что мне кажется вот в этом межсезонье между третьим и четвертым не все были готовы что у нас только будет четвертый сезон космические звездные что настолько таких вот звезд привезут и задействуют блин а это был шок у всех просто я вот насколько всю жизнь баскетом болею то что я увидел в этом сезоне меня самого шокерла я не ожидал честно коль но хупс обычно чувствуют такие моменты вы чувствуете тренды я вот думаю что в твоей голове уже по-любому что-то зарядить зарядилась и родилась нет слушай ну надо посмотреть как все таки этот сезон закончится вот у нас реально очень сильный состав без слабых позиций и посмотрим посмотрим к чему это все приведет в идеальный финал я я хотел бы сыграть с ауфом я думаю это будет очень напряженная игра и сильная по накалу по трештоку это будет настоящее мясо ох ну а у в заряжены сильно я помню эфир с ребятами из ауф и ну от них чувствовался вот такой знаешь боевой дух уж точно но аж 23 да рассказывал что эта команда в баскетбол ну плюс да у них такая философия идеология еще чувствовалось то что они хотят там баскетболу вернуть на точнее не вернуть а дать необходимую славу и минуту внимания так сказать да в своих группах получается хупс все таки заняли первое место ауф тоже заняли первое место но ауф прошли без поражений у хупсов насколько помню только одно одно поражение да против players club но она такое на грани да мне кажется вообще то есть держится без блин ну это круто круто реально но тоже есть такая история что вот берк например играл других командах их команды шли без поражений но к сожалению потом что-то случалось я не знаю как будет в этом сезоне кто его может остановить но как будто бы они есть возможность отлететь от алексона как будто как будто это чувствуется но там-то вакалян тот же который пуляет вошедшие трех очков у них хорошо скандальный матч балл был сильно до сервис он нет алексон как раз с ауфа длина за руб вообще там жесткая дам в конце концовка была очень напряженная когда начался такой небольшой замес вот это было сильно конечно парня если отойти его знаете от своих команд понятное дело что ваши самые лучшие кто вам симпатизируют больше всего хороший вопрос ну давай я назову наверное bk10 чувачки как будто до в баскетбольном плане не такие хороши как казалось бы на самом деле как будто неплохой состав у них там на бумаге но очень много поражений но при этом они делают как бы прикольный контент с хорошим продакшеном вот за это им плюсик это в этой команде комиков из-за дороха респектанулся честно в том числе да просвечу потому что в дорох имеется общую историю вместе с хуб сами они взаимодействовали очень много раз и даже на прошлом сезоне он приходил за вас болел да там даже была прикольная история bk10 звали его к себе и она там один чувак из bk10 рассказывал как дорох отреагировал он такой говорит я у меня же хупсы типа это как выбирать это было очень приятно действительно йорк ну кстати bk10 у меня там почти половина всех знакомых с кем я когда было время играл в одной команде с ребятами вот но по любительской лиги и соответственно человек 5 наверно вот марк прайм логачёв я всех знаю очень давно и вован для они все классные то есть к ним вообще жалко что у них не пошло но в целом блин команда очень классно людям но если говорить про те кто сейчас кто мне вот больше но вот нравится речь флекс да было кстати по атмосфере речь флекс именно с точки зрения игроков было очень классно я оттуда вынес очень много полезных моментов особенно что касается поддержки друг друга особенно когда не идет блин это было сильно вот состав был хороший чисто по новой энергетики а из тех кто сейчас вот финале но хупс мне нравится конечно молодцы ребята все работяги вот и я знаю половину там тоже состава вот следил за ними в других лигах и смотрел матч ваш который был не в медиа но тоже вот с родиной родиной вот классный я посмотрел то есть все вот хайлайты этой игры вчера еще соответственно хупсы алексон тоже из-за того что там мой близкий друг он тренер егор баукин вот экс-тренер хардкора насколько я понимаю да да кстати биржи там как раз было с ними вместе в третьем сезоне это правда поэтому там принципиально я думаю будет заруба будет интересно макс вот ты говоришь на финале будет макан правильно хедлайнером все верно да а вот прошлый раз я помню вам что там рассказывал что готовят крутое выступление у него было вроде да он выходил в туре как прошло расскажи по было прикольно во первых к сожалению тогда сынару бойцы проиграли и не было три из трех потому что амчика было день рождения уверен что он классно его потом отметил он был хедлайнером тура и было хорошо было прикольно у него было живое выступление все лайвом все дела эмоции были заряжены но единственное был проигрыш уже от козлов но он выступал то есть после проигрыша да да надо было его до выпускать чтобы он дух поднял к он артист профессионал поэтому слушай макс ну а какой перформанс тебе понравился больше хедлайнер амчи или наш молодой владимир серьезно он не рассказывал про историю вашего взаимодействия скажи кстати сейчас в эфире как вообще это произошло что вы его привели слушай мы узнали про него когда там вот это вот эти новости пошли с блоками его и пишки вот и послушали его музло и подумали что было бы прикольно но поскольку нас типа еще стебут за то что у нас типа молодая аудитория слишком такие и выйдем под трек 13-летнего хорошо вообще это было очень мощно а как познакомились как вообще вы пришли к этой истории слушай а какая-то тусовка он где-то выступал я там первоначально с с его директором познакомился с девочкой камилой вот и случайно узнал что она его менеджеры сконнектились если я не ошибаюсь по команда хупс свои джерси подарила двум артистам один из них молодой владимир а второй но я про фараона имею ввиду а базар да мы просто тогда трем артистам еще фараона подарили джерси очень прикольно было мы играли в казани против команды уникс чемпионов лиги втб такой у нас был шоу-матч и хедлайнером был фара мы стояли на паркете развернули так джерси подсветили фонариками он нам типа кинул васапы мы ему подарили джерси да так тогда на минуточку кто третий артист третий тоже крутой чувака из гергерт вот должен быть тоже вроде как на финале очень его ждем но он был хедлайнером 1 спора почему такой разброс слушай это просто все молодые легенды вроде да в одном стиле те чуваки которые нам нравится вот и все подходит по вайбу нет с молодым владимиром жестко я даже это удивился прикольно прикольно да он крутой так что еще кроме макана мы ждем или макан займет всю афишу на финале нет у нас будет конкурс трех очковых у нас были отборочные истории из каждой команды выбрали снайпера они соревновались кто-то проходил дальше соответственно финале эта история решится кто самый крутой на в этом сезоне и плюс еще будут данкеры марослав елецкий как я понимаю возвращается да совместно мирослав наш игрок совместно с лигой там подготовит какое-то крутое дам шоу будет интересно потому что мир на самом деле в плане данка всегда делать перформансы через что он только не прыгал это были и тачки и гольф кары и у него был момент он повторял великие данки из nba где парень крутится на гироскутере на 360 мир подбегает у него из рук забирает мяч и сверху колачивает жестко же это жестко блин про конкурс снайперов прикольно то есть даже все команды которые не дошли там до финального этапа смогут все равно свой приз забрать хотя бы вот в такой номинации данкеры и снайперы кто самый крутой снайпер и вот но я знаю что эй ар в конкурсе данкеров принимает участие но я больше вот про трешки я смотрел трех очков и наши команды тоже там жалко как думаете кто самый крутой снайпер вот но я буду гореть поставили я буду болеть за лидера доукс семена деда очень нравится мне этот игрок надеюсь получится у него урвать какой-то приз а нет такой истории знаете есть вот на западе где-то когда зритель выходит и если он супер издалека закинет мяч ему там какие-то большие призывы дадут ты вообще не был на медиабаскете нет приходи там все это есть все конкурсы я вот ради этого хочу прийти все ведет я хочу что-нибудь просто скинуть в каком-нибудь формате я смогу пригоняйся в сто процентов сможем все тут еще такой коль есть вопрос для тебя против алдара из рокетов один на один перед матчем насколько это реально была уже такая история я не знаю я не ожидал но у меня прямо так чпокнул хорошо а кстати откуда взялся это вопрос потому что вплоть появились новые правила теперь перед началом матча две минуты игроки из разных команд играют один на один либо до четырех очков либо пока не пройдут две минуты кстати от кристины есть тоже вопрос йорк о чем всегда стоит помнить когда ты выходишь на игровую площадку что происходит о чем всегда стоит помнить когда ты выходишь на паркет что у тебя в голове происходит да у меня в голове происходит главное чтоб начало пошло хорошо потом типа будет легче и иногда по первым же минутам будет ясно как пойдет игра вот очень сложно переломить если ты видишь самого начала что положим какой-то недонастрой вот и вот такие моменты ты чисто даже на энергетическом уровне зачастую чувствуешь возможно даже прям с назовем ее гримерка когда выходишь и уже понимаешь что возможно не так будет легко вот и переломить этот момент когда вот чувствуешь что вот чего-то не хватает здесь мы где-то вот что-то не доработали сложно потом есть понимание чего не хватает после да всегда есть вот мы это постоянно обсуждаем уже после игры особенно если она была неудачная и начинаем все это анализировать супер коля ты бы чё ответил на такой вопрос у тебя впереди еще важная игра как раз ты наверняка думал о таком слушай у меня какая-то особенная тема я все время не знаю насколько это типа хорошо или плохо я больше боюсь проиграть чем хочу выиграть вот как тут у меня в сторону негатива больше какая-то вот работает вот эта история и реально очень страшно проиграть вот такие мысли тревожности добавлять у меня больше тревожность какая-то страх какой-то вот всякое такое но неужели радости от победы в итоге ты меньше получаешь от этого не по итогу я вообще я во-первых не верю знаешь что такое но если какие-то там тяжелые игры вытаскиваем я там отхожу два-три дня и всякое такое но это хорошо эмоционально ты очень значит близок к этому всему вовлечен да 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 конечно конечно на страх потому что уже были в такой ситуации да мы долгое время проигрывали очень много проигрывали и вот летняя лига юбей мы там взяли чемпионство она такая полупрофессиональная вот и надеюсь медиабаскет дальше внесет вот этот чемпионский днк нам алла мил вот спрашивает еще если хупс заберут этот сезон куда потратите деньги это свои очки колена привет привет алда слушай но там точно большую часть раскинем пацанам на премки ну и в казну клуба оставим на развитие команды это заготовленный ответ коля какая тебе любимая песня макана макан меня не особо впирает но наверное вот это m58 асфальт 8 похоже представил рилс этот с маканом где мы сидим на студии макс приставили свой куплет экшель не получилось как будто в аризона такой же вопрос задать и диджей york твой любимый трек макана твой любимый трек молодого владимира нет молодого владимира точно я живу олдскульщик на какое вы меня спрашиваете про владимира заценивание что не провал с кучик окей ну блин вот макану ну ладно у него макана хорошо асфальт 8 за всех потом трек еще несколько есть но все хорошие все когда вот у меня были какие-то выступления особенно если это какая-то ну молодежное направление контингент я имею то почти все треки его заходят а ты больше сам что играешь любишь играю или слушаю ну или слушаешь ты вот диджей york потому что ты же диджей наверное но уже как 20 лет а ну вот я про это скорее что больше в твоем стиле арбе хопчик солна сол такой типа больше аренбишный вот а ну вот новых игроков никаких аренбишных не чекаешь не слушаешь у многих фрешманов таких хороших у нас сейчас r&b делают не я знаю много материала у меня есть потому что я играю в заведениях где достаточно контингент такой молодежный вот поэтому я почти все знаю но именно душа лежит у меня больше колл скулу на я понял макс у тебя душа к чему больше лежит моя люблю фрешманов причем мне очень нравится русскоязычная история не знаю для меня очень важно понимать текст и вот в англо понятное дело есть переводы что-то я понимаю но русскоязычные парни девчонки которые делают вот r&b делают такой хопчик мне прям очень заходит но и локальные ребята которые когда-то были известны и пытаются вернуться в игру тоже интересно их попытки их путь мне безумно вкатывает вот рэп команды блатосфера как тебе ну видишь крипа крипа я знаю давно с цепи познакомились здесь на эфире как команда но не показали достаточно интересный уровень в самый теперь интересный вопрос вернуться ли они следующий сезон но мне кажется как бы словецкий пришел в эту лигу не на один сезон блин а вы что думаете ребята вот блатосфера реально меня впечатлила составом в этот раз и вот залетная реально эта история у ребят вот по опыту игр вернуться ли они в следующий сезон слушай мне кажется бренд ну все зависит от желания до ключевых лиц но чуть мне не верится рассыпется думаю да просто не захотят заходить просто много таких команды как будто знаешь важны интересны именно для медиа составляющей лиги когда ты просто приятно видеть этих ребят в каком-то новом амплуа не знаю они добавляют красок понятно что наверно они там не топ спортсмены да хотя я помню начиналось у них все круто когда они поставили там рекорд забитым да начало было все хорошо и плюс они подтянули парней которые уже до этого были на медиа лиги да у них состав был бодрый у них долгое место занимал первую строчку майк вершков их игрок вот он был там топ-1 шутером трешек очень сильный игрок это получается команда от олдскульного хип-хопа вот какие еще в следующем сезоне вы бы хотели увидеть есть такие знаете составы которые давно нигде не светились и вот можно их пригласить может уже есть даже желание планы кого-то пригласить в лигу макс ты не знаешь про такие если честно я не знаю но я знаю что было очень много желающих имена этих желающих еще не раскрывали но мне кажется все что на поверхность условно black star бы зашел лаксар и так зашел определенные лица там молодые их ребята в другие команды синдикат я горши скрип все дела но вот основная история может быть им когда-либо стало бы это интересно мне кажется лига жестко выиграет и все команды жестко кайфанут если зайдут стримеры топовые стримеры с супер прикольно прикольно мне кажется это будет очень жестко если какой-нибудь booster там запустит эфир на скамеечке или выйдет играть с камерой в руках это будет жестко ну да кстати стримеры это вот сейчас такая самая наверно трендовая категория поэтому до самой сумасшедшая аудитория у них я всегда удивлялся как можно не монтажную версию смотреть несколько часов просто человека без эффектов без музыки которые там что-то стримит там разговаривает ну то есть вот какое удержание аудитории а удержание это чуть ли не самый главный сейчас критерий такой характеристика важно у нас приходила якадзе стримерша вот она была на кортсайде что легкий интерес пока что проявляется и возможно банда все таки будет окей коля к тебе вопрос от кирилла еще есть у нас в чате никита макшев пропустил одну вторую готова ли команда к такому сыграет ли это большую роль да вот мы говорили вначале он пропустит одну вторую блин да бог знает как его будет на самом деле прям увидим на паркете реально из-за того что и у нас нет тренера и у наших соперников рокетов это будет но как минимум жестко интересно как максимум прям кто-то жестко пострадает ну да мы вот уже это обсудили будет прикольно посмотреть немного другая игра наверное будет но хотя тоже честно все что он вам отдал все все что вы получили на равных выходите и обменивать получается скиллами в любом случае кто бы не выиграл как я понимаю коуч будет финале ну да финале буду я яша три на три и коуч сто процентов у вас самые спокойные роли вот на этом финале да без нервов никитозу тоже респект две команды в процентов в одну вторую это сильно так есть некое утверждение я не знаю согласишься с ним или нет но вот алексей нам пишет для хупсов забрать медиа лигу цель номер один и оправдывает ли цель средства так как хедлайнеры хупсов плаке практически не появляется на поляне по сути с кого это все зарождалось просто стоят на бровке результат делают профи да слушай ну такой да вопрос на самом деле частый на него простой ответ мы просто хотим побеждать просто хотим выигрывать из-за высокой конкуренции мы просто не можем выпускать выпускать там медийных чуваков наших хотя они иногда появляются да мы этого тоже сильно хотим и даем возможность когда там уходим некий отрыв сами себя показывают нормально а пацаны реально все понимают или есть обида слушай ну кто-то понимает да кто-то там глубине души понимает и обижается но как бы они все чувствуют да все понимаю что хотим выиграть не общался с чигой перед стартом прошлой неделе он разминался на беговой дорожке чига это просто огромный качок который очень классно данчат и вообще в целом нормально играет но он будет мне чтобы хорошо играть мне нужно устать я иду в тренажерный зал потом я бегаю несколько километров и только тогда я могу выйти на площадку я так и не понял что это здоровье у человека слишком много или он себя так нахвалил да очень псих он никогда не отдыхает от качалки это реально жестко а почему имеется ввиду чтобы не быть таким сильным на корте может он я не знаю я просто ни разу не видел чтобы чига кидал например супер дальние броски хотя трешечку у него есть можно есть кинуть кстати спортивный директор у вас появился криш он занял новую позицию почему например он как человек который изначально играл в хупсах перестал это делать и просто ушел в административную деятельность но да тоже криш но как бы как бы сильно его не любил но не способен конкурировать с тем уровнем который сейчас хотя вот прототип криша на мой взгляд это челак который хорошо ну челака пожестче дриблинг я бы сказал человек больше похож на серже знаешь как будто и двигается поречье и тоже с басочком да вопрос такой есть для хупсов еще карина спрашивает почему хупс стебут за детскую аудиторию откуда это вообще пошло тоже сегодня упомянул это да но я думаю в первую очередь из-за шорцев наших мы в одно время жестко стреляли шортами там у нас в день подписывалось по 1100 человек то есть мы одни из тех из первых кто начал делать эксклюзивный контент чисто для шорца в россии когда они сделали эту функцию вот и там шорцах приходится жестко удерживать внимание с помощью какой-то гиперактивности какой-то подачи типа как там не знаю у им ванга и вот и как бы дети молодая аудитория им это сильно нравится и поэтому так они нас любят блин спортивном жанре привлекать детскую аудиторию это вообще респектово на самом деле да но почему-то как будто нас больше хейтит за это на самом деле надо же за что-то хейтить и тут же медиа лига надо какой-то биф устраивать но кириллянка же говорил что хупсы толковые ребят ну да самое главное от президента получить респект а йорк несмотря на то что сэнер бойц вылетели и не принимают участие в этом турнире у вас есть игроки которые прошли дальше плей-офф луж например да и он погнал в этот матч и как этом он играла против где костик играл играл у нас как тоже против друга не играли сейчас и костика забрали пушные они вот сошлись как раз как тебе плуж который вот сыграл эту игру за александр усмотрелся ли он там или пока рано об этом говорить и вообще легко ли его отпустили в в александр после сынар бойц потому что шуток ходила немерено но отпустили на самом деле с пониманием вот по поводу того как он там смотрелся по мне прям видно было что может быть чуть чуть у них просто не было время на сыгранность поэтому было какое-то недопонимание на площадке я смотрел эту игру вот тяжеловато и сразу прям с первых минут когда ты не знаешь кто куда бежит какие комбинации играем сразу воткнуться в эту тему вот у нас прошлом сезоне была идеальная связка которую мы признавали это рожок и плуш плуш остался сценарий бой сейчас ушел в александр рожок перешел в хупсы получил травму рожок на твой взгляд коль оправдал свои ожидания или все равно вы ожидали от него большего раскрытия слушай но конечно же мы ожидали большего вот но много факторов на это повлияло там опять вот эти травмы его и очень хочется чтобы он скорее восстановился и показал свой настоящий уровень вы подписали на целый год не только на целый год да то есть и в юбе у него тоже не так жестко складывается как хотелось бы но я думаю сейчас он должен вкатиться вылечиться от всех болячек и начать сдавать вы не думали о том что сразу переманить сразу связку лучше рожок были такие мысли и вообще какие-то попытки потому что они же вдвоем хорошо показывали тебя да слушай но у нас на позиции лужа серж поэтому мы раз ставили большие ставки именно на вот эту двойку серж и рожок но как выяснилось очень удивительно совсем другая двойка заиграла это титко да и димпл вообще пацаны реально как будто убивают эту лигу на самом деле за титко который раньше играл за другую команду очень хорошо себя показывает за хупсов да мне кажется это прямо такое открытие для для меня точно такой вопрос здесь интересно я не знаю что это значит но как будто это шутка какая-то очередная очаровательная любятинка в кавычках или макс астахов пацаны ну скажи объясните мне сначала что это это какой-то конкурент макса мне это наша интервьюер интервьюер так и подумал любятинка да блогер но я думаю что этот вопрос должен отвечать не я давайте давайте я отвечу как дорогов это как мама и папа я не могу отлично отлично макс ты доволен таким ответом да безумно очень смешно это митя кстати он уже так подстегнул кирилла слепуху в прошлый раз за опоздание постоянный наш слушатель митя привет пена тим тоже подключилась ксения пишет какое ваше самое странное или необычное увлечение помимо баскетбола для коли и музыки для йорка котором возможно не знает большинство аудитории но я не знал что баскетболка что-то странное но в любом случае парни как вы понимаете этот вопрос ответьте пожалуйста слушай ну не знаю это точно не странно как бы мне очень понравился падал теннис как будто он недавно хипанул да было такое да да и вот очень увлекательная игра знаешь что такое подожди это никогда вот вчетвером играют на столе или что-то такое в четвером в типа такой в квадратной закрытой комнате да да это большой теннис а сквош тогда что это об стенку сквош об стенку да вот макс говорит это как большой теннис только типа забор аквариуме я вот я видел но до конца не короче не понял что это и что прикольная тема прикольно да как будто даже если ты там не сильно физически силен можешь кайфовать проиграть то есть это более динамично и упрощенный большой теннис да да прикольно я ходил в детстве на большой теннис но я потом сильно ударил тренеру ракеткой по руке случайно и мне стыдно возвращаться было на тренировку я бы что-то забил забросил какие разные истории меня пнул тренер под зюдо и ушел баскетбол ты ударил тренера йорк что у тебя с хобби увлечениями ну у меня много увлечений это лонгборды сноуборд вело легкая атлетика в общем все что касается зо жпп вот это все мое плюс просто есть я коллекционирую баскетбольные кроссовки да то есть давно то есть сколько у тебя пор уже не так что много но для меня важно всегда было не количество а наверное именно какие модели есть в этой коллекции да например что там у тебя какой-нибудь уникальный исторический у меня есть положено там те же самые пускай джордан двенадцатый но они именно того выпуска старого те которые переизданную да вот эти протро и так далее кови 5 есть n1 тайчи которая винсу картеру там были в которых он данк свой сломданк выигрывал именно тех лет старых вот поэтому много таких моделей а сколько у тебя пар вспомнишь так нет да примерно где-то 60 ничего себе мне кажется ты переплюнул мезу который до этого считался одним из главных коллекционеров лиги ну просто наверное я давно коллекционирую вот с девяносто восьмого но топ-1 наверное 1 да по коллекциям он у него того часа выходил когда-то ролик на ютубе я не помню либо 500 либо 300 пар да он все кросс выставил на баскетбольную площадку и там полплощадки просто в кроссовках там наверное просто в целом кроссовок никаких то баскетбольных редких да или прям редких 500 вот это не помню в том числе кстати мне кажется там вся обувь была но большая часть из них баскетбольный колян что не ты собираешь нет есть такие моменты игроков команды медиалиния слушать да не особо ничего не коллекционирует все отдаю это своей коллекции вот этой крутой что сделаешь потом вот и и продаж или передашь по наследству или друзья все время прикалываются они говорят влад ты покупаешь раз в три месяца по две-три пары у тебя уже копится копится но ты в них не играешь пожалуйста где то форме на нас наследство если что с тобой случится чтобы узнать где это все забирать а кстати вот когда ты залетаешь в новые кроссы или ты придешь от даешь предпочтение тем в которых играешь долгое время или для тебя легко сменить игровые кроссовки для меня легко сменить игровые кроссовки но я всегда тренируюсь но главное не переобуться зори извините что не удержался тренируюсь в одних кроссовках игровые у меня всегда другие но я должен их проверить и они должны быть уже подготовлены к этому ли ну такое точно нельзя пропускать макс я тебе обещаю договор мы найдем для тебя место очень тепленькая кто твой фаворит вот можно у тебя спросить это тут ты у всех спрашиваешь всегда пора бы тебя признаться на кого бы ты поставил очень сложно об этом говорить потому что надо надо ну хорошо а мне кажется по тому как идет это хупс ой потому как идет это хупс в том числе но ауф еще не проиграли ни разу и многие ставят на них но и как народная команда в данной четверки команда хупс очень многие действительно болеют за них я делаю вариант из этих двух команд я вот по итогам наших эфиров как будто меньше всего слышал про алексон команду нет такого или они новички в том числе но они тоже хорошо идут если они добрались до 4 ну да да это хороший результат они единственным кому проиграли как раз ауф это там счет был такой но уже чуть-чуть совсем на грани на тоненького на кто в селебах у алексону я не стима это человек который побывал в индей он классно себя показывал в европейском баскете долг у них также селеба док вообще поиграл за все команды как будто бы медиалиги и в пене он был и в карасе не помню а в хардкоре он вместе в безберга зажигал но вот у дорого у дога он мануальный терапевт он так или иначе тебя хрустнет ну прикольно короче мощные ребята тоже да в игровом плане сто процентов и в медиа тоже интересно 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 я знаю что даже если кто-то не успел купить билет он сегодня его выиграл у нас на эфире получше факты с так друзья мы хотели бы чтобы вы выбрали двоих победителей какие вопросы вам запомнились больше понравились коля вот ты бы кого выбрал я давай йорк окей окей мне очень понравился вопрос здесь он просто будет пророческим про деньги куда мы потратим призовые если выиграем поэтому присправляется али мил его сап на всякий случай пацаны вы все слышали премки вас ждут случае победы я просто лишний раз это зафиксировал йорк а ты что выберешь но я за ксению про тот вопрос какие мысли в голове перед игрой самой философский образ кода по тарим загоняюсь поэтому голова это все мы поздравляем получается наших победителей и с вами конечно же встретимся 23 ноября на циск арене чемпионат тур лиги ставок медиа баскет ох обещал прийти мы ждем тебя я точно приду коля вот ты пока в эфире перед этим этапом важным хочешь какой-то финальный месседжи закинуть может быть зрителям болельщикам или может своим парням из команды которые тебя слушают да и оратор ораторское искусство сделать я я скажу коротко но очень важно чуваки надо попотеть еще успеем отпраздновать а кстати это же радио радиостанция если вы хотите передать привет и самый лучший момент это сделать привет всем кто слышит йоу мама папа мои друзья девочки подруги всего сап завуали ровно очень сильно йорк да у меня много кому привет и я хочу передать приветы всем с кем частенько играю на разных турнирах сева богдан своему менеджеру вадиму своей семье конечно же вот и ребятам с nr вот желаю чтобы еще встретиться в следующем сезоне все вместе сомраться и огромный респект вообще всем кто нас сюда позвала это очень круто спасибо вам спасибо всем что к нам приходите каждую неделю это studio twenty one друзья увидимся 23 числа на финальных играх медиабаскета йоу не пропускайте макс тоже будет там обязательно 100 процентов куда я денусь всем пока и до встречи друзья это studio twenty one медиабаскет он р